здравствуйте дорогие друзья очередное короткое видео достался мне вот такой вот ящик складной с мольбертом но в очень убитом состоянии я решил его восстановить немножко отреставрировать в принципе он мне понравился смотрите его вид я уже его начал шпаклевать дырки то есть его кто-то варварский избил тут была одна дырка тут вторая дырка угол был сбит но я это все зашпаклевал вот само состояние его будем говорить не очень к нему еще идут два ящичка ну вот посмотрим что я из него могу сделать идея такая так как это уже не первой свежести кладем отсюда вот такую ткань и представляете только положив вот эту ткань как меняется сразу вид этого ящика прикроем его еще вот здесь вот такой досточкой чтоб можно было легко закрепил так вот ткани испачкалась все ткань убрал новую положил еще все аккуратненько чистенько в этих ящиках будет тоже самое я уже все заготовки сделал единственное что еще буду делать это покрасил вот эту лицевую часть тоже покрашу в какую-нибудь какую-нибудь коричневую краску здесь тоже покрашу здесь эти дырки которые вышли вот сюда я не знаю что я с ними буду делать но факт то что буду делать что-то однозначно вот что здесь ручка была немножко убитая из кожа заменителя кожа заменители я снял и смотрите в принципе ручка получилась неплохая внутри ящик вроде целый днища целая все хорошо боковины тоже целые сейчас сделаю я небольшой ремонт этого ящика и покажу что у меня получилось а вот это уже готовый результат друзья отреставрировал мне этот ящичек с мольбертом очень мне понравилось и так буду хвалиться что я сделал не силы смотрели в начале то вот эта часть здесь было две дырки я их заделал и просто покрыл лаком лак был дубовый вот такую крышечку я сделал не делал я идеально почему для того чтобы это все-таки ящичек винтажные поэтому надо придерживаться придерживаться винтажа здесь я все очистила и так первое по вам получается здесь что я сделал как я и говорил ранее я положил здесь ткань и смотрите как сразу все замечательно смотрится так здесь вот этот момент так как были дырки я это все сделал закрыл замазкой и с этой стороны естественно тоже была замазка сначала я думал что-то там клеить что-то там еще делать а потом подумал не ребята ничего я не буду не клеить ничего просто помазюкаю краской и получается как бы в тему винтажа дальше снаружи вот здесь я покрыл почистил вот эти две шухлядочки тоже покрыл лаком тоже смотрится хорошо ручка ручка была сделана но ручка вообще родная была сделана из кожезаменителя я просто снял кожезаменители оставил ткань на мой взгляд смотрится намного лучше и аккуратненько так сами шухлядочки здесь все отрегулировал то же самое смотрите берешь достаешь все как намного аккуратнее смотрится здесь тоже самое открываешь одну смотрите как она смотрится хорошо сразу и здесь другая это совершенно другой вид такого вот переносного мольберта ну так друзья это мне заняло всего лишь три дня по часику внимание вот этому мольбертику и все хорошо он уже имеет другой вид так что спасибо за внимание кто меня смотрит всем всего хорошего хорошего